Всем привет! И слава Украине! Я Дмитрий Антонов. И вы на моем канале. А я с Украины. 29 день войны. Украина сражается. Сегодня приготовил компьютер. Он нам пригодится. Как в любом спектакле. Если что-то перед спектаклем ты взял в руки. Оно обязательно должно где-то себя проявить. Увидите. Продолжается борьба на два фронта. Но сегодня сделаем небольшую передышку военным событиям. Для того, чтобы всем нам задуматься о нашем месте в этом обществе. Как мы можем повлиять на исход всех событий, которые происходят вокруг. Какой вклад ты сделал в то, чтобы Украина стала счастливой, независимой, красивой страной. Чтобы Украина как можно быстрее завершила эту войну. Да, тяжело. Много погибших, много детей, женщин, стариков. Поэтому надо как можно быстрее завершать. Естественно, только освободив полностью наши земли. Освободив угнетенных Донбасса. Освободив Крым. Это должно быть непререкаемо. И теперь вопрос. А что каждый из нас сделал? Кто-то воюет в вооруженных силах Украины. Кто-то в второбороне. Кто-то в батальонах, которые мужественно сейчас борются за Мариуполь. Кто-то находится на своем боевом посту, на той работе, где он тоже приносит благо Украине. И каждый из нас должен понять свою жизненную позицию. Или сражаемся, или думаем, как бы побыстрее это все произошло, завершилось. А как там будет, так и будет. Позиции, я считаю, позиции, которые моя хата с краю. И это совершенно неправильно. Должна быть принципиальная жизненная позиция. Или же этот вопрос пока не будем решать. Ще не на часе. Тому що треба тихенько следити и ничего не робити. Тоже это, наверное, не жизненная позиция. Эта позиция не будем обзываться. Сами придумайте, чья это позиция, если вы похожи на такого человека. Кто-то, я предполагаю, что, наверное, думал о блицкриге рашистской армии. И что в течение 2-3 дней и он вместе с ними весело, бодро по Крещатику пройдется с парадом. Не получится это. Уже однозначно. Поэтому пересматривайте свою позицию. Разговор о том, что как там замечательно жилось все предыдущие годы. Тоже отбрасывайте. Я надеюсь, что эти люди наконец-то поняли, что в России делать нечего. Это не та страна, где вы хотели получить супер замечательные кредиты. Где вы хотели получать большие зарплаты. Где вы хотели получить пенсию. Поэтому сутки на размышления. Через сутки я приду к вам. А сейчас компьютер я покажу вам. Но правда в другом помещении. Для чего он нам нужен. Смотрим. Сменил обстановку. Смотрю в камеру. Сегодня поговорим на немного отвлеченную тему. Мы поговорим о нашем канале. Именно об этом канале. Как он образовался. Когда появился. И для чего появился. Я сам смотрю у себя в статистике. Что канал образовался в 2013 году. Это как бы дата его рождения. Первое видео было выложено в августе 2016 года. Канал был создан именно с этого момента. Не с 2013 года. А именно с этого момента. Я задумал его. Как набор подсобного материала. Для ознакомления с летным составом. С аэропортами. На которые мы выполняем полеты. С особенностями подхода в эти аэропорты. Невзирая что схемы существуют. С особенностями руления. Это важно очень. Потому что есть у нас проблемы с этим вопросом. Самолеты имеют большой размах крыла. Особенно Мрия. И глазами увидеть то что там слева справа за концовки крыла. До препятствий довольно сложно. Поэтому эти моменты всегда надо учитывать. И это действительно в какой-то момент помогало нам. Я снял моменты руления в аэропорту ПО. Это во Франции. На границе с Испанией. Там есть особенности руления. И мы их потом просматривали. Оговаривали. И знали. Вплоть до того что там необходимо рулить так. Что момент разворота должен быть именно в той точке. Там где он должен быть. Иначе мы станем совершенно неправильно. И будем криво стоять. И мешать другим самолетам. Таким образом Накапливали разные варианты аэропортов. Это были и Ближний Восток. Это были аэропорты в Европе. В Соединенных Штатах. В Африке. Очень много аэропортов было снято. Некоторые из них там остались. Эти материалы. И первая посадка в аэропорту Багдад. Она самым первым видео лежит. Можете поднять посмотреть. Конечно. Первые опыты съемок. Это шум стоит. Тот который СКВ внутри самолета. Естественно. Радиообмен я тогда еще не накладывал. И просто картинка. Картинка смотрели. Как она выполняется. И как рулится. И где стоим. Ну а теперь. Мы наконец то. Вот он. Компьютер. Он сработал. Я буду смотреть в него. И рассказывать вам о канале. Какие у нас есть. Варианты. Смотрю. Захожу на. Центральную страничку. То есть на главную страничку канала. И что я здесь вижу. Аналитика по каналу. Пошла. Подписчиков. На данный момент. 141 476 человек. Это за крайние 28 дней. Именно сколько длится наша война с Россией. Когда 24 числа. Небратья пришли к нам в гости. И начали убивать наше мирное население. Прибавилось 7 812 подписчиков. Это хорошо. Поэтому. Канал растет. И. Можно сказать развивается. Невзирая на то. Что. Многие говорят. Надо. Я отписался. Далее. Просмотров за 28 дней. 1,8 миллионов. Время просмотра общее. В часах. 102 тысячи часов. Ну почти 103 тысячи часов. За 28 дней. Было посмотрено разного видео. На нашем канале. Есть такая страничка. Называется. Источники трафика. Источники трафика. 48 процентов. Это написано. Функция выбора контента. 18 процентов. Внешние источники. И 17 процентов. Страницы канала. Поиск на YouTube 5. Приблизительно так распределяется. Дальше. Интересно. Кто нас смотрит. И сколько процентов. На каждую страну приходится. Итак. По убывающей. Украина. 26,7 процента. Россия. 20,2 процента. Польша. 7 процентов. Бразилия. 5,8 процента. Казахстан. 4,7 процента. Германия. 3,3 процента. Соединенные Штаты. 2,8 процента. Беларусь. 1,9 процента. Великобритания. 1,4 процента. Чехия. 1,3 процента. Франция. 1,2 процента. Италия. Италия. 1 процент. И Канада. 1 процент. И далее. Менее 1 процента. По убывающей. Идет. Венгрия. Испания. Израиль. Литва. Япония. Турция. Узбекистан. Нидерланды. Индия. Индонезия. Латвия. Киргизия. Молдова. Слава. Это все по 0,5. Мексика. Азербайджан. Пакистан. Грузия. Это тоже по 0,5. Дальше пошли. Ирландия. Аргентина, Греция, Болгария, Тайвань по 0,3-0,4. Республика Корея, Австрия, Португалия, Франция по 0,3. Вьетнам, Таиланд, Малайзия, Бельгия, Эстония, Швейцария 0,2%. Вот таким образом распределяется, ну, больше 40 стран смотрит наш канал. Дальше, возраст зрителей, тоже интересно. Наибольшее количество процентов смотрящих, а это 35-44 года, это 24,2%. Далее у нас идет возраст 25-34 года, 20,6%. Далее 45-54, 18,4%. 55-64 года, 16,9%. Соответственно, 18-24 года, 7,3%. И есть еще категория 65 и старше, 12%. Дальше смотрим. Пол зрителя. Ну, пол у нас, соответственно, два пола. Мужской, конечно, преобладает. Это 91%. И 9% это женщины смотрят. Что могу дальше сказать про канал. Я сказал, что в 2016 году, как учебный материал, я начал выкладывать видео. Дальше это переросло уже в более серьезное. А более серьезное отношение к этому каналу. То есть, тот момент, когда я начал читать комментарии. Это был приблизительно 2020 год. Мы на Мрии начали выполнять гуманитарные рейсы из Китая. Ну, первые рейсы мы выполняли с масками. И прилет в Варшаву. О подписчиках. Крайний, кто подписался из 141 тысячи подписчиков. Это с ником подписчик Стардаст. У самого Стардаста 390 тысяч подписчиков. Поэтому такой солидный посетитель нашего канала. Самым первым подписчиком в 2016 году был Алексей Фиденко. Да, я думаю, что Алексею 100% какой-нибудь надо найти приз. Напишите мне на мою почту. Вот этот, который TheAntonovChannel.gmail.com Может быть, я не все охватил. Может, кому-то интересны какие-то именно нюансы по статистике этого канала. Я обязательно найду, потому что параметров просмотра очень много. Я сам буквально недавно как бы окунулся в этот процесс. И было интересно посмотреть, как это все происходило. Что в 13-м регистрация канала. В 16-м году первое видео. В 16-м году первый подписчик появился. Пик развития канала прошелся на 20-й год. Особенно после посещения Варшавы в апреле 2020-м году. Затем был активный период работы вместе с вами над развитием канала. Я начал читать комментарии. В комментариях очень интересно. Вплоть до того, что рассказали мне, как убрать на селфи-камере зеркальное отображение. Как лучше располагать камеру. Как писать, чтобы было более-менее интересно. Мы начали использовать разные варианты. Затем Алексей, мой администратор, он мне посоветовал купить микрофоны. Сейчас пишу без микрофона, потому что тишина, это кухня. И он пишется и так нормально. А вот когда около самолета шум стоит, то вот эти радиомикрофоны очень хорошо помогают писать звук. В конечном итоге приобрел GoPro. GoPro оказалась довольно качественно в хорошее, в светлое время суток. Но, к сожалению, в темное время суток не пишет. Пишет качественно, но темно. А вот телефон, у него есть функция со стабилизацией изображения, тогда темно. А есть без стабилизации, тогда изображение немножко прыгает. Но зато яркость значительно выше. И даже ночью можно снимать довольно приличное видео. То есть много нюансов определил. Дальше просто расскажу, как я делаю видео. Вот так вот я на телефон снимаю. Ну, когда на несколько источников, это немножко затягивает процесс. Потому что мне информацию в телефон надо сбросить со всех источников. Это занимает некоторое время. Затем в программе Кайны Мастер у меня официальная версия стоит на телефоне. Очень удобно монтировать фильм. И я его соединяю. Ну, вот по звуку там бывают накладки. Потому что одни кадры сняты с более высоким звуком. Другой с ним, но не хватает времени. Ну, потому что сам себе режиссер. Сам себе придумал, сам себе снял, сам себе поставил. Вот таким именно образом. И, конечно, Алексей вместе с Андреем, сыном помогает очень сильно. И, в общем, тоже советуют, показывают, ну, рассказывают, какие нюансы. Вот таким образом и работаем. Поэтому пишите, комментируйте. Буду отвечать на вопросы. Ну, завтра обязательно встретимся. Отвечу на вопросы. И завтра продолжу рассказ о том, что происходит в Украине. И в борьбе с внешним врагом. И в борьбе с внутренним врагом. Я думаю, что все будет хорошо. Или в крайнем случае, очень хорошо. Слава Збройным Силам Украины. Слава Украине. И смерть врагам. И обязательно дальше будет. Пока.